МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши дети вместе с вашей помощью пошли в число призеров федерального этапа. Чествование финалистов конкурса «Слава Созидателям». Это учащиеся пригорской школы. Они вступили в отряд юных инспекторов движения и проводят совместно с госавтоинспекцией профилактические мероприятия. Отряд юных инспекторов движения работает. Это, конечно, не профессия, это хобби. Сначала была просто хобби фотографии, как многие сейчас увлекаются. Выставка работ Рослевского фотохудожника. А сейчас об этих и других событиях подробнее. 18 марта прошли выборы президента Российской Федерации. Как сообщил заместитель председателя избирательной комиссии Смоленской области Илья Чурынин, по предварительным данным на Смоленщине, лидером голосования стал Владимир Путин. Он набрал 73,49% голосов смолян. На втором месте Павел Грудинин – 13,17%. Третье место у Владимира Жириновского. Ему отдали свои голоса 7,79% жителей региона. По предварительным данным, в Десногорске явка составила 70,17%. Лидирующую позицию у нас в городе занял Владимир Путин. И ещё 18 марта в городе прошёл массовый праздник, который был организован администрацией Десногорска при поддержке Смоленской атомной электростанции и профсоюзного комитета. Подробности прямо сейчас. В этот день в Десногорске прошёл настоящий весенний праздник. Для горожан и гостей города работало шесть интерактивных площадок. В городе сегодня большой праздник, поэтому всем желаем хорошего настроения и удачи. На территориях первой школы и Десногорской центральной библиотеки проходила весенняя атомиада, где можно было поучаствовать в играх и соревнованиях, а за победу получить хорошие призы. Возле реабилитационно-оздоровительного центра «Смоленская АЭС» гостей праздника встречали настоящие русские богатыри. Смелые и ловкие гости могли продемонстрировать свою сноровку в перетягивании каната, в петушиных боях и в состязаниях стенка на стенку. Довольные участники смогли сфотографироваться на память с богатырями в настоящих доспехах. Возле городского центра «Досуга» все пришедшие отведали казачьи угощения на полевой кухне под задушевные песни ансамбля «Вольная станица». Возле третьей и четвертой школ для маленьких гостей праздника были организованы катания на лошадях. А веселые игры и конкурсы для всей семьи – воздушные шары, сладкая вата, интересные призы, а также бесплатное фото с любимыми героями ожидали маленьких десногорцев на территориях Десногорского энергетического колледжа. Все, кто побывал на интерактивных площадках в этот день, остался доволен. Очень хорошо для детей организовано, также организовано мы прошлись по другим площадкам, тоже, в принципе, все на высшем уровне, все красиво. Мы вообще рады, что сегодня этот праздник, и он так организовал всех, и детей, и взрослых. Это вообще невероятно здорово. Дети очень довольны, как видите, все с подарками, с угощением, рады. Мне понравилось, когда мы играли сегодня, поднимали контейнер. Сегодняшний праздник был хороший, веселый, много конкурсов, подарков, призов. Также в этот день в городе проходил фотоконкурс «Я люблю Десногорск». Каждый, кому дорог наш город, мог сфотографироваться с хэштегом и выложить фото для голосования в социальной сети ВКонтакте. Как его можно не любить? Я его никогда не предавал. Уезжал, правда, в некоторые места, там по России, за границей, всегда возвращался сюда, и вот когда возвращаешься, прям вот заходишь в город Десногорск, родной, воздух чистый, воздух свежий. Награждение по фотоконкурсу «Я люблю Десногорск» состоится 23 марта в выставочном зале историко-краеведческого музея «Феникс» в 16.30. Участники, чьи фото набрали наибольшее количество голосов, получат ценные призы от организаторов. Муниципальный этап международного конкурса юных чтецов «Живая классика» прошел в Десногорске 14 марта. В нем приняли участие 13 чтецов, обучающихся школ города и дома детского творчества. Этот конкурс объединяет детей, неравнодушных к литературе. Ребята читали любимые произведения на русском языке, которые не входят в школьную программу по литературе. Уровень выступления чтецов был очень высоким, но жюри выбрало самых достойных. На региональном этапе, который пройдет в городе Смоленске, наш город будет представлять ученик первой школы Давид Табунидзе, ученик второй школы Роман Миронов и ученица школы номер 3 Елизавета Сибилева. 16 марта в Доме детского творчества состоялся чествование победителей и призеров федерального этапа Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателей». В 2017 году госкорпорация «Росатом» объявила второй всероссийский творческий конкурс «Слава Созидателям». В конкурсе принимали участие ученики с 6 по 11 классы школ Десногорска. Участникам необходимо было снять видеоролик по истории становления и развития атомной отрасли, о строительстве Десногорска и записать видеоинтервью с людьми, которые стояли у истоков создания города и продолжают его делать светлее и лучше. В декабре 2017 года в Десногорске чествовали победителей муниципального этапа. 10 видеороликов были отправлены на следующий федеральный этап. В феврале госкорпорация «Росатом» объявила финалистов, среди которых и ребята из Десногорска – Станислав Разганов, Владислав Камнев и Алексей Рачек. В торжественной обстановке из рук заместителя главы города Александра Новикова и заместителя директора САЭС Анатолия Терлецкого ребята получили подарки от концерна «Росэнергоатом». Это, конечно же, еще раз возможность сказать вам всем слова благодарности детям за то, что они пытаются помнить и знать историю, созидательным сказать слова благодарности за то, что вы делали и делаете до сих пор, и, конечно же, педагогам за то, что вы помогаете нашему подрастающему поколению в этих первых шагах. Если детям Десногорска и нашим ветеранам конкурс понравился, то независимо от того, услышат нас госкорпорации или нет, то такой замечательный конкурс в нашем городе мы продолжим. Я уверен, что он пойдет на пользу всем нам. На самом деле впечатления очень грандиозные у меня. Ну, можно сказать, я очень сильно шокирован, удивлен, потому что я во многих конкурсах участвовал и ни разу не получал такого хорошего подарка. Очень сильно понравился конкурс «Слава Созидателям». Я в нем вот впервые участвую. Можно пожелать молодому поколению, чтобы они тоже участвовали в этом конкурсе. Финалистами конкурса в 2017 году стали 63 школьника из 21 города. Росстандарт утвердил новый ГОСТ, согласно которому на российских дорогах появится новая разметка – синего и желтого цвета. Желтыми полосами будут обозначать те зоны, где запрещен обгон, а синими полосы – движения на перекрестках. Синяя и желтая разметка появятся на дорогах с 1 июня этого года. Еще на дорогах появится новый знак со стрелкой, обозначающий разворот. Сейчас есть только поворотные стрелки и знак, показывающий, что рядом можно зарядить электромобиль. Их будут наносить прямо на асфальт, то есть они станут частью так называемой горизонтальной разметки. И еще новая норма в правилах дорожного движения, которая обязывает водителей надевать светоотражающие жилеты при вынужденной остановке ночью вне населенных пунктов, вступила в силу с 18 марта. Согласно нововведению, водитель обязан надевать куртку, жилет или жилет-накидку с полосами из светоотражающего материала, когда захочет в темное время суток, либо в условиях ограниченной видимости, выйти на обочину или проезжую часть при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов. 6 марта исполнилось 45 лет со дня создания в России отрядов юных инспекторов движения. Подробности далее. На сегодняшний день отряд юных инспекторов движения – одно из самых массовых детских движений в стране. Юные инспекторы изучают правила безопасного поведения на дорогах и активно знакомят с ними своих сверстников. А также помогают сотрудникам госавтоинспекции в проведении акций и мероприятий. В Смоленском районе, в посёлке Пригорское, инспекторы ДПС провели занятия с юными инспекторами на тему использования светоотражающих элементов в тёмное время суток. Затем школьники вышли на улицу вместе с сотрудниками дорожно-патрульной службы и провели акцию «Будь ярче на дороге». Юные инспекторы обращались к водителям и пешеходам и объясняли им важность соблюдения правил дорожного движения и использования светоотражающих элементов. В культурно-выставочном центре имени Тенишевых состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов городского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года-2018». Лучших работников дошкольного образования областного центра приветствовал губернатор Алексей Островский. За звание лучшего воспитателя боролись 11 педагогов. По итогам набранных баллов воспитателем года-2018 стала Виктория Копылова, представляющая коллектив детского сада номер 4 города Смоленска, которая также удостоилась приза зрительских симпатий. 16 марта в выставочном зале историко-крывеческого музея открылась выставка картин рослевского фотографа-любителя. Подробности прямо сейчас. Автор фото-выставки «Подводный мир Южных морей» Евгений Воевод – выпускник Рослевской школы номер 3. Сейчас живет и работает в Москве. Евгений познакомил собравшихся гостей с самыми интересными обитателями морских глубин, которых ему удалось запечатлеть на своих снимках. Хотя Евгений и занимается фотографией около 15 лет, но это его первая выставка. Такая своеобразная фотоохота, только не в лесу на зверей или птиц, а под водой на рыб и подводных животных. Снималась не для какой-то выставки, тем более не для какого-то заработка, а просто для себя, как память о моих путешествиях. Экспозиция состоит из снимков, сделанных на Мальдивах в Таиланде, а также в Египте. И она является прекрасной возможностью для десногорцев увидеть яркий подводный мир морей и полюбоваться рыбами-бабочками и рыбами-ангелами. Мне очень понравилась выставка, особенно как о видеографиях рассказывают автор. Посмотреть выставку может каждый желающий. Она пробудет в Десногорске до 11 апреля. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnada.fistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова